Тем временем этно-выставкой и концертом национальной музыки в Новосибирске отметили четверть века Ассоциации Содружества. О том, как это было, в сюжете моих коллег. И в таком благодатном крае люди разных национальностей должны жить во взаимном уважении. Это и есть цель Ассоциации Содружеств. В нее входит 29 культурных автономий. Людям вместе всегда легче заявить о себе. Возникает у меня от души и от сердца слова благодарности тем людям, которые в 1996 году посмели, собрались, создали наше Содружество. Когда национальной культурной автономии не было, просто были национальные организации. А автономия, закон был федеральный закон, а национальная автономия был принят в закон в 1997 году. В день юбилея этно-выставка. Представлены национальные костюмы, элементы быта, музыкальные инструменты. А собирали все это своими силами. Глава Ассоциации, он же глава азербайджанской автономии, не пожалел для этого семейные реликвии. Посуду начала 19 века. Главное, что в Новосибирской области ценят инициативы Ассоциации Содружества. Работа идет при поддержке Министерства регионального развития. Я всегда говорю, благодарен руководству Новосибирской области, что они создают необходимые условия для развития нашей культуры, языка, для сохранения самобытности, традиций, событий. Если бы ни они, ни одна общественная организация не смогла бы так дальше развиваться. Так, в Новосибирской области есть уникальная площадка – Центр национальных культур Геннадия Заволокина. И это учреждение без преувеличения можно назвать самым праздничным в городе. Наша национальная организация проводит свои праздники. Это начинается с цикла весенних, зимних мероприятий. Это и Сагалган-Бурятский праздник, и Морсишур-Молдавский праздник. Можно перечислять очень-очень долго. Поэтому у нас каждый месяц идут праздники наших народов, нашей национальной страны. А на этой неделе стартует поэтический марафон. Муза – она интернациональна по определению. И перед ней все народы равны. Константин Клещин, Алексей Погодин. Новости ОТС.